Екатерина Герт из села Лебедевка победила в четвертом межрегиональном конкурсе красоты, талантов и достижений «Достояние Сибири». Конкурсный отбор проходили жительницы Сибирского федерального округа в возрасте от 23 до 50 лет, те, которые имеют профессиональные и общественные заслуги. В конце апреля состоялся финал, где из 14 участниц определили пятерку победительниц в разных номинациях. Екатерину Герт нарекли достоинством Сибири. Методист Лебедевского центра досуга Екатерина Герт, культуролог по образованию. Она руководитель детского театрального коллектива и участница вокального ансамбля «Кружева», победительница многочисленных творческих и общественных конкурсов. Заявку на участие в «Достоянии Сибири» подала по совету подруги. На самом деле на конкурсе открывается много возможностей, знакомств, впечатлений, эмоций. Всё-таки он длится шесть дней. Но в первую очередь это личная победа, потому что мы каждый день побеждаем себя в чём-то. И вот здесь тоже была такая личная победа над собой. Финал Екатерина подготовила творческий номер и домашнее задание – национальный костюм сибирских народностей. Она вдохновилась картиной Владимира Маркова «Кристианка с коромыслом». Это традиционный костюм 19 века. Рубаха, панёва, телогрея, валенки, головной убор. Вышивать, расписывать, мастерить помогал весь коллектив и семья. Здесь огромное спасибо моим коллегам, что они меня не оставили одно в этом конкурсе. А действительно мы все подошли, так как такой огромный проект, в котором приняли участие все. Мы надеялись, мы верили, потому что по-настоящему всем коллективам помогали Екатерине во всех смыслах – и в творческих, и в духовном, и в эмоциональном. Когда поехали болеть, я с гордостью могу сказать, когда объявились в Китимский район, мы кричали громче всех. И это заметили и ведущие, и жюри. Победу Екатерине Герд присудили в двух номинациях – «Достоинство Сибири» и «Доброта Сибири». Поэтому у нее две короны. Как победительницу конкурса ее теперь будут приглашать на различные культурно значимые мероприятия в Новосибирской области.